Радио 54 Первое. Областное радио Самозанятые. Относительно свежий такой термин. Давайте в двух словах, Николай Николаевич, просто слушателям напомним. Этот человек, который... Вот кто является самозанятым в нашем государстве? Ну, это такое бытовое изречение самозанят. На самом деле это физические лица, уплачивающие профессиональный налог. Если официальным языком говорить. Новосибирская область весь 19-й год и вот начало текущего года участвовала в эксперименте по регистрации самозанятых. На сегодняшний день, по моим данным, от 30 до 35 тысяч самозанятых появилось в Новосибирской области. Я думаю, что это одна из самых удачных попыток государства в целом вывести из тени определенное количество людей, которые до этого работали неофициально. Хотя очень большое количество людей, это перерегистрировавшиеся из индивидуальных предпринимателей, это, наверное, те, у которых по виду деятельности совпадают и у которых доход годовой сопоставим с тем ограничителем, который введен для самозанятых. Это 2,4 миллиона рублей. То есть получается, что с точки зрения налогообложения гораздо выгоднее в их ситуации быть самозанятым, да? Ну, есть еще, вторая сторона, вы меня недослушали. Вот помимо налогообложения есть еще одна. Сам сервис регистрации и отчетности и так далее. Это все делается в дистанционном режиме с телефона, с компьютера и так далее. Это совершенно необязательно и не нужно ходить в налоговую инспекцию ни при регистрации, ни при текущей деятельности, что тоже немаловажно. Ну и, конечно, налог. Если ты работаешь только со своими услугами, с физическими лицами, 4%, а если еще и с юридическими, то 6%. Ну и еще один ограничитель. Ты работаешь только один, сам на себя, без наемных работников. Это тоже обязательное условие. Так вот, эта категория активно начала перерегистрироваться и какая-то доля, наверное, из неофициального, так скажем, сектора перешла в эту категорию. Если государство решит еще вопросы для самозанятых, связанных с пенсионным обеспечением и так далее, то я думаю, что это было бы вообще классно. А я думаю, что это где-то в ближайшем будущем. Я думаю, что увидев эффект от регистрации, от эксперимента, которые сначала были в других территориях, сейчас вот у нас тоже, государство среагирует на эти вещи, тем паче вот и в прессе, и в Госдуме, и там в общественных объединениях это активно обсуждается. Я думаю, что это требует решения. Важный момент, друзья, 913-381-05-54. Самозанятые, слушающие в эту секунду радио 54, могут задавать вопросы. Мы сориентируемся и попробуем помочь каждому из вас вот буквально в течение ближайших 15 минут. Уточняйте, обязательно будем Николая Николаевича мучить по этому поводу. Так вот, хорошие новости для самозанятых. Оказывается, у самозанятых специалистов появилась возможность получить господдержку. Как это работает? Любой ли самозанятый может обратиться? И что он для этого должен сделать? Ну, значит, ситуация такова. Наш фонд – это один из инфраструктурных проектов по поддержке субъектов малого предпринимательства. И он существует уже 11-й год. И мы за эти годы выдали микрозаймов, буквально недавно, буквально днями на 4 миллиарда рублей суммарно за эти годы, почти 3,5 тысячи субъектов малого предпринимательства. А самозанятые появились вот только с ноября в нашем портфеле. Они приравнены по мерам получения поддержки к субъектам малого и среднего предпринимательства. Я прошу прощения, давайте сразу вот обозначим объем суммы. То есть вот что имеется? Я сейчас все расскажу. Прекрасно. Вот у нас для субъектов малого предпринимательства на сегодняшний день, ну, морковка такая, до 5 миллионов рублей на срок до 2 лет под ставку Центробанка 4,25. 4,25. Сегодня, кстати, заседание Совета Центробанка либо останется, либо будет изменено. Ну, вроде как снизить обещают, да? До 4 процентов. Весьма осторожно, но, тем не менее, если снизят, мы с понедельника начнем работать по этой ставке. А теперь по самозанятым. Значит, по самозанятым, исходя из их годового объема в 2,4 миллиона рублей, исходя из того, что он работает один, исходя из ряда других вещей, мы приняли решение на территории Новосибирской области ограничить сумму займа двумя стами тысячами рублей. Этого достаточно для того, чтобы пополнить оборотные средства, либо же прикупить инструментарий и так далее. Мы анализировали, хотя точных цифр нет, у нас есть некие выкладки из налоговой инспекции, где наиболее, большее количество зарегистрировалось самозанятых. Это грузовые различные перевозки, это строительство, это различные виды торговли собственным продуктом, ну и так дальше по другим отраслям. Поэтому я думаю, что для строительства... Ну просто странно получается, вроде называетесь фонд микрофинансирования, а сумма-то для самозанятого весьма такая приличная, 200 тысяч. 200 тысяч? Ну это для... Мы же не говорим сейчас про производство, а... Ну вот давайте так, я вернусь, все-таки у нас основной контингент это субъекты малого предпринимательства. Это индивидуальные предприниматели и юридические лица. Таковых в области порядка там 140 тысяч единиц. И у нас берут как на оборотное средство, так и на инвестиции в том числе. Кто-то берет 100 тысяч, кто-то 200, кто-то 500, а кто-то берет и 4-5. Хотя с точки зрения развития бизнеса, конечно, сумма маленькая. Конечно, основной кредитный продукт это коммерческие банки. Кому-то надо и 10, и 20, и 30. Это уже работа с банками. Но когда создавались наши фонды, одной из задач было как раз научить предпринимательство зарождающееся элементарной работе с заемными ресурсами. Вот пришел к нам, взял 100 тысяч, поработал, вернул там, взял побольше и так далее. А когда ты вырос, подрос и так дальше, пожалуйста, иди в банк. У тебя уже есть опыт работы с заемными ресурсами, с микрофинансовой организацией. А как вот понять самозанятому, к примеру, ему нужна вот такая же сумма, там около 200 тысяч, почему не в банк, как вам? Больше шансов получить? Ну, есть ряд преимуществ, которых мы должны искать. Фонд регулируется государством, так как работает, создан на деньги государство и регулируется. Нас регулирует Центробанк в части ставки, нас регулирует правительство в части срока выдачи и продолжительности срока и объема выдачи. Перед нами не стоит задача, как перед коммерческими банками, зарабатывать максимальную прибыль. Перед нами стоят конкретные задачи выдавать как можно больше займов по простой, понятной, даже где-то упрощенной схеме. Содействовать развитию малого бизнеса. Ну, в этом и есть содействие, да. Значит, с одной стороны учить, с другой стороны быстро выдавать и так далее. Поэтому у нас, короче, срок рассмотрения, у нас проще и меньше пакет документов, ну и ряд других вещей. Ну и, наверное, есть какие-то гарантии, что если ты вдруг там просрочил оплату, тебя бизнес не заберут и никаких... Ну, вот я вам на примере прошлого года, когда наступил кризис в силу вот этих коронавирусных вещей, государство выпустило целый ряд указаний, постановлений о поддержке бизнеса. Значит, и мы их все выполнили. Значит, по упрощению пакета документов разрешили в тех видах деятельности, которые были запрещены выдавать займы, ну и так далее, и так далее. А мы со своей стороны, то есть у нас есть портфель, у нас есть заемщики, действующие заемщики. И к нам обратилось почти 13% наших заемщиков с просьбой помочь, потому что они попали в очень тяжелую ситуацию. Либо отрасли целиком закрыты, либо объемы уменьшились, либо там, ну, другие обстоятельства и так далее. Я должен вам сказать, что мы все до одного заявления рассмотрели и всем предоставили либо кредитные каникулы, как президент требовал, либо реструктуризировали путем предоставления либо отсрочки, либо растянули договора. Я должен сказать, что львиная доля, те, кто обратился с благодарностью, это приняли, пережили это тяжелое время, вышли, ну, если не обновленными, то перетерпели самое тяжелое время и вернулись к своей основной деятельности. Может быть, даже с уменьшением объемов, но во всяком случае они не закрыли свой бизнес, не сократили людей, не уволили людей, продолжают работать. Но напомним, что это касалось лишь тех, кто вовремя вышел из тени. А мы работаем с официальными. Это один из инструментов, действительно. Пройдемте-ка, пожалуйста, из тени, да, друзья? Посмотрите, как здесь на самом деле хорошо все организовано и удобнее, и комфортнее работать. И вот многие, я знаю, сейчас как раз этого и боятся, что слишком все хорошо придумали. Как ты подозрительный, да? Да, вот, по крайней мере, есть у меня знакомые, которые работают на себя, но пока особо нигде в налоговой не фигурируют. Я с вами соглашусь. Дело в том, что мы пока говорили только про морковку, про вершину альберга. Дело в том, что мы не просто берем и как веером там разбрасываем эти деньги. Мы выдаем займы на условиях срочности, платности и возвратности. То есть в этих зашито что? Срочность. Это короткий срок рассмотрения и на конкретный срок. Возвратность под 4,25, это на сегодняшний день, но с обеспечением со стороны заемщика в виде залога, либо в виде поручительства, либо в виде гарантии, либо же в комбинации этих трех вещей. Таким образом, мы гарантируем возврат государственных, в принципе, денег. Ну и возвратность, я вам сказал. Вот срочность, платность и возвратность, это наш принцип. Ну что, самозанятые, понятно. Как дела с малым бизнесом, какие у него условия, чтобы получить помощь от государства? Ну вот первая часть была посвящена самозанятым, хотя должен сказать, что мы получили только первые 15-20 звонков консультаций и в работе первые заявки, которые мы еще не рассматривали, до конца не довели. Поэтому, ну это в силу того, что мы только в ноябре приняли изменения в наши правила в выдаче. А вообще наша задача выдача займов микрозаймов субъекта малого предпринимательства. И за прошлый год мы увеличили объемы выдачи на 40% по отношению к 2019 году. Это очень существенная сумма. Мы выдали займов почти на 800, ну почти на 900 миллионов рублей. Из четырех за все 11 лет. Вот представьте, какой объем. Но суть-то моего сегодняшнего появления сказать всем субъектам малого предпринимательства, руководителям, менеджерам о том, что у фонда есть достаточно ресурсов с тем, чтобы продолжить работу в таком же темпе. Мы готовы к увеличению процентов на 30 объема выдачи займов. И в текущем году у нас для этого есть а. финансовый ресурс, б. обученные кадры, в. организационная, информационная и всяческая структура и руководство. И мы готовы обрабатывать большее количество заявок по отношению к тому, что есть. То есть двигаться в том же темпе. И вы интереснее, чем банки, потому что... Значит, я бы не стал сравнивать нас с банками. То есть те, кому нужно займы в этих пределах, на этих условиях, это наши клиенты. Но параллельно они могут работать и с коммерческими банками, потому что кого-то не устраивает наша сумма, кого-то не устраивает наш срок. Или наоборот. С другой стороны, мы работаем, ну, или пересекаемся с банками. У нас есть продукт, когда мы за счет своих займов можем реструктуризировать коммерческие банки. Если остаток в коммерческом банке меньше 5 миллионов рублей, а ставка там за 10 и выше и так далее, то наши 4,25 – это существенная экономия для того, чтобы закрыть нашими деньгами остаток займа в коммерческом банке и сэкономить на уплате процентов. Получается, что это тоже деньги в развитие вкладываются. Безусловно. Ты экономишь на уплате процентов, оставляешь их для собственного развития, либо для оборотных средств. Самое главное, что сделать теперь, к примеру, самозанятому или представителю малого бизнеса, как обратиться, как работают ваши каналы? Где вас поискают? Да, у вас телефон горячей линии, сайт, где принимаются заявки? У нас есть собственный сайт. Мы, кстати, его модернизировали, буквально вчера запустили в работу новый сайт. Он более информационный. Там, кстати, указаны все наши партнеры, а их почти три с половиной десятка. То есть к нам можно попасть через А. Администрации муниципальных образований районов, области, городов. Если вы видите там раздел поддержки малого предпринимательства, то оттуда попадете к нам на сайт. У нас среди партнеров порядка трех десятков общественных объединений по интересам, по профилю деятельности, инфраструктурных проектов. Откуда тоже к нам можно попасть? Это бизнес-инкубатор, это технопарки, это промышленные парки, это профессиональное объединение дорожников, транспортников, шеф-поваров там и так далее, и так далее. Значит, ну и у нас есть собственный сайт и собственные соцсети. Вот везде мы про себя рассказываем и показываем, но и все это ведет к нашему сайту. На сайте есть основной документ правила выдачи займов, куда зашиты все правила и пакеты документов. Пакеты документов существуют для, скажем, для четырех видов займов. А для самозанятых, для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей, для моногородов. Кстати, для моногородов ставка всегда была и будет ровно в половину от действующей ставки. Давайте расшифруем, что значит моногород. Моногород – это у нас два моногорода на территории Новосибирской области. Это поселок Ленево и поселок Горный. Вот субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные на территории этих муниципальных образований, могут у нас получать займы под ставку 2,12%. Ну и скажу еще об одной вещи. Вот как раз в силу того, что самозанятые – это начинающие бизнесы, в силу там по времени, и вообще весь начинающий бизнес, тот, кто зарегистрирован и действует менее года, на момент получения займа могут у нас получить преференцию в 0,25% годовых, получить займ под 4%. Такие дела, друзья. Вот вопрос, кстати, пришел на эфир на WhatsApp. Не уверена, что сможем ответить, но попробуем. Может ли самозанятый получить лицензию на перевозку пассажиров без оформления ИП? Насколько я знаю, в силу, я специально контактил по этому поводу с Министерством транспорта, которое выдает разрешение на таксомоторные перевозки легковым транспортом. На сегодняшний день разрешение на таксомоторные перевозки имеют право получить и юрлица, и индивидуальные предприниматели. Самозанятым выдача разрешения на перевозку не предусмотрена. А раз так, то тот, кто занимается этой деятельностью, видимо, действует нелегально. Такие дела, друзья. Итак, все подробности на сайте фонда микрофинансирования Новосибирской области. Ссылки и наша встреча в видеоформате совсем скоро окажется в группе ВКонтакте. Телефон, конечно, обязательно. 209-13-33. Это наш общий телефон. По нему можно получить любые консультации, в том числе и по подаче заявки, и по любым интересующим вопросам. 209-13-33.